Не, слабо ли мне сюда сделать звезду, да? Намакиваем. Твою мать! По-моему, погорячилась звезду на лбу сделать. Вот кто-то говорит, что я самовлюблённая. Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. И сегодня мы будем с вами делать тату из фикс-прайса. Я сегодня в таком образе. Давно себе купила вот эти штучки. Не помню, в каком магазине. Типа резерв, может быть, или резерв, не помню, как правильно. Короче, в каком-то таком магазине. Они мне так понравились. Я их взяла, думаю, сниму видео такое весёлое, чтобы было что-то новое. Я, честно говоря, очень парюсь, когда в разных видео я выгляжу одинаково. То есть мне нужно, чтобы что-то было разное. Я вот люблю разное. Я люблю всё время разное. Я не люблю одно и то же. У меня и в жизни так, и в голове так. У меня никогда нет ничего одно и то же. У меня всё постоянно меняется. Никакого графика. Полный хаос. Настоящий творческий человек. Ладно, давайте приступим. Вот продавались в фикс-прайсе вот такие вот татушки. Может быть, кто-то помнит. Они блестящие. Это блеск тату. В состав входит 6 штук трафаретов, блёстки 3 цвета и кисть. Я вот так вот села, нарядилась, главное, сама себя нарядила, да, села, взяла и такая вспоминаю, блин, может, вода понадобится или ещё что-то. Думаю, а вот я сяду так и прям девчонкам скажу, надеюсь, что в этом наборе ничего больше не понадобится, потому что мне такой никак вставать. Давайте откроем, посмотрим, что сюда конкретно входит. Конкретно входят сюда блёстки. Кстати, сейчас я режим поставила на своём, на своей камере сейчас режим автоматический. При этом автоматическом режиме я как-то позагоревший, что ли. Ну, я решила попробовать так снимать, потому что, когда я делаю там другой немного режим, то он высветляет как-то всё, очень всё светло. И вот я решила попробовать так. Вот, если что, в Инстаграме вот здесь напишите мне, как вам вот такой автоматический режим. Или вам нравится, чтобы было более светлее. Я всё сделаю, как вам больше нравится, лишь бы ваши глазки радовались. Так, просто мне сейчас не очень нормально видно, потому что у нас здесь света много, такого дневного. Входят в состав у нас трафаретики. Смотрите, какие. Это сердечко. Мы сейчас выберем с вами. Это не роза. Какая-то колючка. Звёздочка и роза. Я предлагаю сделать, ну, естественно, звёздочку. Не, мне кажется, как-то темновато. Нет? Не темновато? Блин, ну полностью оценить я смогу. Зато я загоревшая какая. О, да? Вот так получше. Ничего, мы с вами всё придумаем. Итак, берём звезду. Инструкция. Инструкция, как всегда, на картинках ничего не написано. Просто написано, что мы берём эту звезду. Блин, вода нужна. Нужен спонжик с водичкой. Твою мать. Короче, отклеиваем. Ладно, пойду схожу за спонжиком с водичкой и вернусь. Слушайте, я ещё все свои спонжики повыбрасывала. И в итоге, короче, буду тут тряпкой делать. Надеюсь, она вас не смутит. Мы её сейчас сразу намочим. Водичкой вот так. И вот так чуть-чуть выжмём. Подготовим. Пусть ждёт своего часа. Дальше. Значит, мы берём нашу звёздочку. Куда будем делать звезду? Ну, вот сюда, наверное. В чём я сегодня пойду? Вот сюда. Не, слабо ли мне сюда сделать звезду, да? О чём я сегодня за дела? А! Да она смывается водой. А давайте на лоб и сделаем звезду. А во лбу звезда горит, называется. Значит, смотрите. Мы отделяем вот это вот. Идите поближе ко мне. Поближе. Чтобы вы точно понимали, что я делаю звезду на лбу. Так, как её клеить? Вот так, вот так. Примерно вот так. Так, блин, а так мне не видно. Так, где наш подготовленный? Намакиваем. Промачиваем. Промакиваем. Так. Знаете, это некая авантюра такая. Раз, и звезду на лбу залепить. Что-то в этом есть. И долго мне так? Блин, сейчас всё лицо будет в этих блёстках. Забыла я. Что-то я, по-моему, погорячилась. Звезду на лбу сделать. Ну и чё? Чё там? Она, по-моему, нифига. Надо побольше воды, да? Блин, а я лицо же смазала, по-моему. Ой, Селен, Селеныч. Как мне, любимая? Селен. Я говорю, Селен, это в таблице Менделеева яд какой-то. Но я, честно говоря, не помню. Яд это или нормальная какая-то приколюха. Вкусненькая. Так. О! Е! Е-звезда. Давайте я зеркало возьму, чтобы видеть, а? Кстати, то зеркало из фикс-прайса, про которое я вам говорила, что будьте осторожны. Оно вообще, короче, не держится на этой фигне. Я в итоге его не подклеила, я его просто положила, и вот оно лежит. И оно там спадает потихоньку, спадает, поэтому... Я его положила так, чтобы оно не упало, и всё. Так. Звезда у нас будет... Вообще, золотая звезда должна быть. Но, мне кажется, здесь не особо будет видно, поэтому сделаем голубую. Чтоб видно было вам. Я же для вас делаю. В большей степени. Затестить, чтобы вы видели всё, да? Открываем. Так, инструкция. Ты где? Сейчас чуть не так да сделаю. Я могу. Так, это мы сняли. Теперь мы берём и прям кисточкой вот это вот посыпаем. Голубую мерцалоньку. Кисточкой прям. Я бы такая пальцем, честно говоря. Прям вот набираем, да, и вот... Что-то у меня весь лоб, по-моему. У меня вроде получается. Она у меня чуть-чуть содралась, блин. Кривая звезда. Блин. И звонят ещё. Бегу, бегу, бегу. Приндец. Мама позвонила, сказала, что малыша положили спать и соску ему не дали. И он что-то там встаёт периодически. Я говорю, ну давай через полчаса, если не уснёт, то позвоним. Ну, они даже, ну, как бы они знают, что соска. Они же приучают без соски, чтобы он засыпал. И хорошо. Я слышала, что многие детки, которые были, такая мамаша, да, сидит с такими бумбонами, со звездой во лбу, рассказывает, как сына без соски в садики уложили. Ну, что? На позитиве. Мама на позитиве. Слышала истории, что многие, вот знаете, дома с сосками спят, а приходят в сад и уже с первого дня без соски засыпают. Вот и мы так. По их стопам. Итак, мы теперь должны лишнее всё убрать. В общем, идея, честно говоря, прикольная, классная, но только вот эти сами липучки, они должны быть более качественные, если честно. Потому что у меня, видите, пока я приклеила, они у меня немножечко содрались, видно вам. Вот, содрались вот эти вот боковинки. А так, в принципе, очень красиво. Ну и как думаете, пойду я так гулять или нет? Да нет, конечно. А мне кажется, она вот так даже и сотрётся. Смотрите, она у меня вот стирается вот так пальцем. Поэтому это не страшно. Если вдруг вы можете сделать где угодно, экспериментировать. О, всё. То есть даже деткам можно. Ну что, блёстки, они не вредные, не страшные. Сильно они прям не въедаются в кожу. Смотрите, раз-раз я всё сняла. Немножко лобик поблёскиваю. И всё, красота. Люблю я себя любимым. Девчонки, я на самом деле всем желаю любить себя. Да. Вот кто-то говорит, что я самовлюблённая. Здесь какое-то видео такое, да. То уши напялила, то про дитя рассказывает звезду на лоб. Прислепила, и теперь она рассказывает, как она себя любит. Триндец. Апогей. На самом деле, да. Я считаю, что каждая девушка должна себя любить. Я недавно сняла видео о том... Ну, давно-давно снимала уже видео о том, как полюбить себя. Это был там один из уроков стервологии. Это очень важно, полюбить себя. Я снимала давно, и тогда я ещё была такая достаточно скованная, сжатая. И рассказывала так, ну, как скованная, сжатая. То есть, я понимала, о чём говорю, но на камеру очень это так вот, э-б-мэ, то есть, сложно было говорить. Поэтому там очень много нарезки, и даже мне самой как-то сложновато себя слушать, потому что я была такая напряжённая перед камерой. Я же вас ещё не знала, это сейчас вы мои братаны. Вот. А тогда нет. И я решила переснять это видео. И пересняла его как раз тогда, когда снимала образ мулатки, такая была загоревшая вся. Да, и мне так понравилось, думаю, ой, какая я красивая, сейчас сниму видео. Короче, я сняла, потом пересматриваю, но немножко смешно выглядит, потому что я очень слишком была тёмная, да. И, конечно, такое видео надо вот мне ещё раз его переснять и напомнить всем. Потому что сплошь и рядом я вот вижу это, что девчонки себя недолюбливают, а от этого они, ну, не принимают себя где-то, да, может быть, не знают, как и что делать, чтобы полюбить себя. Да, у всех абсолютно разный опыт в жизни и разное воспитание, от воспитания тоже всё ещё идёт. И мне хочется, мне хочется, чтобы вы, девочки, любили себя конкретно. Ну, не были такие замороченные, конечно, там, супер на своей, там, внешности, вообще такие crazy, там, как иногда показывают по телеку, да, там, в смешных передачах Андрея Малахова, например, да, или других. Но сам факт, что мы должны себя любить очень и никогда не давать себя в обиду. Я считаю, что каждая девушка должна смотреть на себя в зеркало и говорить себе, боже мой, какая же я красивая, какая же я красивая, блин, как, как... Спасибо, мама, спасибо мне за то, что я вкладываю в себя, работаю над собой. Вот свет ушёл, и как-то я посветлее стала, да? Вот я сходила, позагорала, не позагорала, а моментальный загар сделала, смотрите, как хорошо, да? Я кайфую, сделала себе реснички, я кайфую, сделала сегодня себе масочку, убрала морщинки, вот так, я кайфую. Я вообще почти не накрашенная сейчас. На моём лице сейчас это немного помады под цвет моих ушек, это немного хайлайтера, вот, здесь. Это чуть-чуть, вот, который я вам показывала из корейской косметики, секретки мне подарили. Чуть-чуть сделала скулки, вот именно здесь, но она больше как румянка, и вообще, честно говоря, я не вижу, вот, даже, что я там сделала. Потому что я такой, я не умею пользоваться такими, знаете, в стиках, которые надо размазывать. У меня всё сухое, поэтому я чуть-чуть сделала, не видно. И всё. Всё. А, корректором, чуть-чуть корректором под глазами вышла. Короче, накрашена. Да нет, ну, ну, сам факт, да, я не накрашена. Нет, лицо ровное, оно ровное, потому что всякие процедуры, маски и так далее. Реснички у меня, реснички у меня сделаны, там, какой-то гламурис, суперская какая-то процедура. То есть, они завиваются, восстанавливаются, там, всякие масла питаются, и вот на два месяца такой процедуры хватает. Бровки у меня татуаж сделала моя любимая девочка, которая просто невозможно круто это делает, подбирает цвета, то есть натур-натур, да. И всё. Загар сделала. То есть, есть какие-то такие вещи, то есть, не обязательно девушкам... Блин, надо всё это рассказать в видео, я обязательно вам сниму это видео, не буду здесь распыляться. Просто мне кажется, у меня эти ушки так идут, и загар идёт, поэтому что-то я прям решила поговорить о любви к себе и как мы должны себя любить. Точно. Сейчас закончу это видео и сниму для вас видео, как полюбить себя, расскажу прямо эти, по порядку, что надо делать. Стил, мои хорошие, я вас люблю, целую. Да, сегодня у нас было видео тату фикс прайс. Я считаю, что вот это можно девчонкам попробовать, поэкспериментировать, то есть детям, родителям можете брать. Единственное, что будет всё в блёстках. То есть, это татушка, которая смывается водой или просто пальцем, сами видели. Всё, мои хорошие, сегодня ещё пойду в магазин за фикс прайс, наберу всяких новинок, сниму вам. В общем, целую, люблю, готовлю для вас видео. Пока-пока. Если понравилось моё видео, ставь лайк. Если я сегодня прикольно выгляжу и нравится, продолжает нравиться мой фон, то уже ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто в первый раз. Конкурс. Конкурс скоро будет или уже идёт. Просто я сейчас снимаю видео перед поездкой специально, чтобы вам выложить, чтобы вам было что смотреть, пока я буду в отъезде. Потом приеду и буду готовить влоги с Европой. В общем, я думаю, он будет не один. Короче, столько много всего. Я вас так люблю, очень хочу делиться всем самым хорошим только с вами. И вот, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok